Сегодня утром СМИ передали печальное сообщение о состоянии российского композитора и певца Игоря Николаева. Популярного артиста срочно госпитализировали в одной из московских больниц из-за серьезных проблем с сердцем. Игорь Николаев, 63-летний музыкант, был помещен в палату интенсивной терапии, где медицинский персонал беспокойно следил за его состоянием. Состояние артиста оценивалось как тяжелое, и врачи ни на шаг не отходили от пациента. Согласно данным, в январе Игорь Николаев перенес операцию на сердце, в ходе которой ему установили два стенда. За последний год музыкант перенес несколько инфарктов, что сильно подорвало его здоровье. Ранее супруга Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, высказывала свою тревогу относительно здоровья мужа, и призывала его обратиться за медицинской помощью, при первых признаках недомогания. Она подчеркивала важность своевременного обследования и лечения. Однако несмотря на все усилия, сегодня утром Игоря Николаева перевели в больницу, в очень серьезном состоянии. Сегодня стало известно, что музыканту требуется новая операция, но к сожалению врачи не смогли изменить ход событий. Друзья, коллеги и поклонники Игоря Николаева выразили свои глубокие соболезнования и пожелания скорейшего выздоровления. Зимой композитор заверял своих поклонников, что следует здоровому образу жизни, воздерживается от употребления алкоголя, придерживается полезного рациона питания и активно занимается спортом, включая теннис. Однако несмотря на все усилия, жизнь Игоря Николаева оборвалась в московской больнице. Подробности и причины его смерти пока остаются невыясненными, но эта утренняя новость принесла тяжелую утрату для мира музыки и всех его поклонников. Светлая память Игорю Николаеву, чья музыка останется с нами навсегда. Игорь Николаев был не только известным композитором и певцом, но и яркой личностью, чья музыка сопровождала множество поклонников на протяжении десятилетий. Его песни стали настоящими хитами, звучавшими на радио, телевидении и концертных площадках. Мелодии, такие как «Слезы капали», «Олеся», «Мальчик Барбос и Дюймовочка», оставят незабываемый след в истории российской музыки. Игорь Николаев также был популярным и уважаемым артистом за пределами России, и его творчество покорило сердца многих за границей. Его талант и страсть к музыке сделали его настоящей легендой. Скончание Игоря Николаева – это большая утрата для мировой музыкальной индустрии и всех его поклонников. Его музыка будет продолжать жить, напоминая нам о его великом вкладе в искусство. На данный момент детали похороны церемонии прощания с Игорем Николаевым пока не сообщаются, но наверняка они соберут множество людей, желающих провести последний прощальный аккорд с этим выдающимся музыкантом. Мы выражаем искреннее соболезнование семье, близким и друзьям Игоря Николаева, в этот трудный момент. Светлая память о Игоре Николаеве будет жить в сердцах всех, кто ценил его музыку и его талант. Неизгладимый след этого великого артиста останется с нами на долгие годы. Будущий певец появился на свет на Сахалине, в городе Холмск. Его папа служил капитаном дальнего плавания, и при этом был талантливым автором, сочинял стихи и состоял в Союзе писателей. Большую часть времени маленький Игорь проводил с мамой, которая успевала не только следить за домом, но и работать бухгалтером. С юных лет он проявлял интерес к творчеству, окончил музыкальную школу по классу скрипки, а затем поступил в Южно-Сахалинское училище, но задержался там ненадолго отправился покорять Москву. В столице Игорь Юрьевич получил диплом специалиста эстрадного отделения консерватории и в 1980-м начал работать аранжировщиком в ансамбле Аллы Пугачевой рецитал. Спустя три года Примадонна уже исполняла, написанную композитором песню «Айсберг», которая вскоре стала хитом. Автор закрепил успех на песне «Года» в 1985-м, где Алла Борисовна выступила с его паромщиком, а Игорь Скляр исполнил Комарова. Приятным сюрпризом для зрителей стал тот факт, что Игорь Николаев и сам обладал приятным голосом. Сольную карьеру он начал с композиции «Мельница», затем появился на телевидении и в телеигре «Что? Где? Когда?» с треком «День рождения». Артист оказался востребован, и за рубежом певица Токи Коката пригласила его с Пугачевой в гастрольный тур по Японии. В Швеции Николаев провел финальную часть местной премии с дуэтом Роксет. Также музыкант записывал композиции с Лиз Нильсен, создавал синглы для Томми Черберга, участвовал в советско-американских проектах. Количество хитов Игоря Николаева, росло в геометрической прогрессии «Королевство кривых зеркал», «Малиновое вино», «Выпьем за любовь». Слушатели очень быстро приняли дуэт артиста, с Наташей Королевой, подарившей стране композицию «Дельфин и русалка». Одноименную программу певцов оценили наши соотечественники, и за границей концерты в Нью-Йорке проходили с аншлагами. Одно за другой Игорь Юрьевич получал премии «Овация за лучший альбом» в номинациях на композитора и поэта года. Благодаря песням музыканта «Карьера» Наташи Королевой, Дианы Гурцкой и Ирины Аллегровой пошла в гору. К началу двухтысячных молодые артисты мечтали сотрудничать с композитором Николаев и сам не прочь был попробовать себя в роли наставника, так что выступил педагогом на фабрике «Звезд 4». Маститый музыкант, хотел стать продюсером финалиста проекта Антона Зацепина, однако юноша предпочел отправиться в свободное плавание, о чем впоследствии неоднократно жалел. На российской эстраде почти не осталось артистов, которые бы не работали с Игорем Юрьевичем. Это неудивительно, на протяжении десятилетий ему удается создавать песни, актуальные для разных поколений. Впервые Николаев женился во время учебы в музыкальном колледже Сахалина. Избранницей артиста стала одноклассница, с которой он когда-то сидел за партой. 18-летняя Елена подарила мужу дочку Юлию. Хотя Игорь был еще молод, он со всей серьезностью отнесся к обязанностям отца. Но студенческий брак оказался обречен, когда композитор устал от работы в клубах Омска и решил отправиться в Москву. Почему же супруги разошлись? Одни поклонники заключили, что Николаев слишком увлекся карьерой и оставил попытки возродить у Гаши и к Елене чувства, другие прямо обвинили в случившемся новую пассию артиста. В начале 90-х окружающие твердили о романе между композитором и подающей надежды юной певицы Натальей Порывай. Именно Игорь Юрьевич придумал артистки, запоминающийся псевдоним Наташа Королева и сделал ее звездой. Сама Королева впоследствии признавалась, что невольно взяла на себя роль разлучницы. Когда-то она прекрасно общалась с Еленой Николаевой и считала ее идеальной женой. Елена вместе с Игорем со школьной скамьи, и все было хорошо. Ну что ж его потянуло к нашим берегам, это был отвратительный момент в жизни. Я сама заточена на то, что на чужом несчастье счастье не построишь, и так оно и вышло, сетовала певица в программе секретно миллион на НТВ. В 1992-м Дельфин и Русалка зарегистрировали брак и устроили небольшое домашнее торжество, хотя невеста и настаивала на пышном празднике. Это было полностью решение Игоря, и он все организовал. До сих пор у меня остались вопросы, которые я задавала, но ответов так и не получила. Думаю на то были свои причины, заключила Королева. В начале совместной жизни супруги, регулярно сталкивались с осуждением окружающих, из-за существенной разницы в возрасте Наташа, была младше мужа на 13 лет. Однако со временем поклонники сменили гнев на милость, и стали называть пару идеальной. Увы, этот союз Николаева рухнул, из-за появления на горизонте другой женщины. На этот раз роль разлучница сыграла, концертный директор музыканта, хотя Королева сперва не видела в ней соперницу.